Всем привет! Любой, кто хоть что-то коллекционирует, задается вопросом, как разместить и сохранить свою коллекцию. И если с монетами или банкнотами еще легко решаются эти вопросы, можно купить специальные альбомы для них, то объемных предметов коллекционирования, например, фарфор, статуэтки, алюминиевые солдатики или, как в этом случае, модели машин, не все так просто. Часто используют книжный шкаф или уже надо планировать индивидуальную витрину самому или искать готовые решения. В моем случае мне нужна была максимально узкая витрина по моим размерам, поэтому пришлось сделать на заказ, готовых таких решений нет. В итоге обошлась она совсем недешево. При этом, после того, как я ее собрал, мне сразу не понравился один момент. Зазоры вроде незначительные, но их много и они по кругу. Зазор сбоку у дверей. Сверху и снизу, между дверок, тоже зазорчик. Получается, что есть где проникать пыли. Решил поэксплуатировать, посмотреть. Прошло уже почти 8 месяцев. В итоге пыль появилась. Слой тонкий, почти незаметный. Но чтобы убрать его, а в одной витрине 95 коробочек, нужно каждую протереть. А это замучаешься делать. Вот так, к примеру, выглядит пыль. В принципе, ее не особо видно. За 8 месяцев, можно сказать, немного. Ну, такой тоненький слой все же есть. А хочется, чтобы поставил и забыл. Пришлось усовершенствовать. Купил мебельную ленту. Кстати, совсем недорого, 300 рублей. Хватит на три витрины. Сделал первую. Вот это с ворсом уже готовое. Это пока еще без. Свел дверки тут, соответственно, еще впритык. Теперь посмотрю, через полгода, год, что получилось. Думаю, проблем уже не будет. Кстати, третья витрина под Волги уже у меня. Скоро начну сборку. Собирать ее буду уже сразу с лентой. Как все будет готово, сниму ролик. Всем пока и сил борьбы с пылью. Субтитры сделал DimaTorzok